Снова добрый день, снова с вами программа Живое Слово и вот уже позади Рождество Христово, но Рождество, друзья, оно не просто один день. Если вы празднуете Рождество всего лишь один день в году и так каждый год из года в год в вашей жизни, мне вас жаль, потому что Рождество Христово, друзья, это гораздо больше, Рождество Христово это гораздо чаще, чем мы даже можем себе представить. И я хочу пользоваться возможностью говорить или продолжить говорить о Рождестве, дополняя или продолжая поздравление, с которым вы уже успели ознакомиться, наверное, в предыдущем видео. Итак, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Вы знаете, этот стих очень уникален и прежде чем мы будем его разбирать, я хочу обратить ваше внимание и сказать, друзья, что Рождество Иисуса Христа, как ошибочно кажется многим людям, это речь только об Иисусе Христе. На самом деле нет. Если мы внимательно посмотрим этот стих, то участниками здесь есть Бог Отец, который дал возможность родиться Христу, Дух Святой, который принес вот эту возможность Марии быть беременной Христом. Мария, мать Христа, также Иосиф, его отец и, конечно же, сам младенец, который вот-вот должен будет после этого потом впоследствии родиться. Друзья, очень много собирательных вот таких, несколько персонажей в этой истории. О чем это говорит? Я хочу сказать вам, друзья, что Рождество Иисуса Христа, это не просто оторванное от жизни, оторванное от истории, оторванное от человечества событие. Друзья, после рождения Иисуса Христа оно вторгалось, оно вторгалось, оно пришло и даже еще задолго до его рождения, как мы видим здесь, оно уже коснулось жизни разных людей. Я хочу вам сказать, друзья, если Рождество для вас всего лишь праздник, я советую вам посмотреть после прочтения, глубокого изучения этого стиха, посмотреть по-другому, потому что мы дальше будем в последующих передачах говорить о том, как же Рождество повлияло на жизнь каждого из этих людей. И я хочу вам сказать, быть может, один из этих людей или одним из этих людей, может быть, являетесь именно вы, и история вашей жизни вместе с Рождеством Христа, она будет писаться, она будет написана Богом, и у нее есть прекрасное продолжение, прекрасный сценарий. Поэтому, если вы, возможно, опустили в своей жизни руки, я вам хочу сказать, не опускайте, Рождество Христа никогда не приходит в жизнь человека просто так. С Рождеством вас еще раз, друзья, увидимся с вами завтра в нашей программе «Живое слово».